С тем, что мотоциклистов на улицах Самары стало больше, согласно и в госавтоинспекции. Но сотрудники ГИБДД видят в этом не только плюсы открытия сезона, хороший повод напомнить мотоциклистам о правилах дорожного движения. В ходе встречи полицейские привели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. Предыдущие годы показывают, что нарушения систематические стороны мотоциклистов были, но имеется положительный тенденция при сокращении. Основными причинами возникновения ДТП с участием водителей мотоциклов, опять же по статистике ГИБДД, является превышение скоростного режима нарушения правил маневрирования, где мотоциклисты при перестроении часто попадают в так называемую «слипую зону видимости», тем самым подвергая себя риску. Наше главное пожелание всем водителям мотоциклов – это, конечно, в обязательном порядке соблюдать скоростной режим. Учитывая, что техника серьезная, быстрая, не стоит забывать, что есть на дороге еще и другие участники движения, которые могут не в свое время тоже среагировать. У мотоциклистов все знают, что в боковых зерках это не так хорошо видно. Была затронута тема опасного, а порой и беспричинно рискованного поведения на дороге некоторых мотоциклистов. А водители мототранспорта зачастую пренебрегают требованиям ПДД, что приводит к возникновению аварий и тяжелых последствий. Так, к примеру, проведение совместной акции отделом пропаганды ГИБДД «Самары» и женским мототвижением «Самары смотри в зеркала» также планируется в день открытия сезона. Когда девочки на мотоциклах станут совместно с инспекторами ДПС, будем останавливать автомобилистов и напоминать им, что открылся мотосезон, и чтобы они смотрели лучше по зеркалам. Таким образом, в рамках реализации муниципальной программы по безопасности дорожного движения для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортными происшествиями и дальнейшего снижения их показателей, необходимо продолжение совместной системной реализации таких мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. В завершении встречи полицейские отметили, что у сотрудников не стоят задачи как-то ограничить водителей мототранспорта в правах. Представители мотосообщества также открыты для совместного диалога. Для мотосообщества, ну, это в первую очередь, наверное, контакт между мотолюдьми и нашими инспекторами ГБДД, так как мы очень часто встречаемся с ними на дорогах, сейчас в преддверии мотосезона, как раз эти встречи станут чаще друг другу помогать и обговорить какие-то нюансы, новые правила, чтобы был порядок на дорогах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова